В новогодние праздники на дорогах региона произошло 45 серьезных дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 55 человек ранены, пятеро погибли. Одной из самых резонансных стала авария на трассе Иваново-Родники, произошедшая днем 4 января. Женщина-водитель автомобиля Nissan, двигаясь в сторону областного центра, потеряла управление, и машина сместилась на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречной легковушкой – автомобилем «Хиндай Гец». Результатом ДТП стала гибель двух человек – пассажирки Nissan, а трехлетней девочки, и женщина, управлявшая автомобилем «Хиндай». Имеет смысл упомянуть, что ДТП произошло 60 января, произошло оно в поселке Лежнево, когда водитель 1991 года, мужчина, совершил наезд на двух пешеходов. Впрочем, тут, опять же, вину можно ставить как водителю, так и пешеходам, поскольку следовали они по дороге в населенном пункте попутно движению транспортного средства, что правилами запрещено. В областном центре серьезное столкновение произошло днем 1 января на перекрестке улиц Садовой и Марии Рябининой. Водитель автомобиля Mazda находился в нетрезвом состоянии и на улице Садовой в районе дома 35 совершил наезд на автомобиль ГАЗ-33-2108, а после этого совершил наезд на опору уличного освещения. В результате его пассажир, молодой человек 93-го года, срезанный раной кисти, был госпитализирован. Завершились новогодние каникулы еще одним ДТП на улице Наговицыной и Коренистовы. Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил съезд с дороги и наезд на опору дорожного знака и скончался. Сейчас устанавливается причина смерти, возможно водитель погиб до наезда на данный знак. Для сотрудников ГИБДД новогодние праздники были рабочими. Ежедневно на дорогах региона дежурили патрули ГИБДД. За две недели в ходе работы инспекторы выявили более 4 тысяч различных нарушений правил дорожного движения. За самый серьезный проступок управления автомобилями в нетрезвом состоянии были задержаны 150 водителей. К счастью, до того, как они поставили под угрозу жизни других участников дорожного движения.